Что делает банк, если вы перестанете платить кредит? Первым делом вашу задолженность переводят в отдел взыскания просроченной задолженности. Не удивляйтесь, если с вами начнут активно связываться представители банка. Их задача – увидеть вас встать в график платежей. Возможно, они даже попробуют уговорить вас взять новые кредиты, или займы в микрофинансовых организациях, или занять у родственников. Здесь важно помнить – не поддавайтесь психологическому давлению и трезво оценивайте свои возможности. Спросите себя, смогу ли я возвращать эти деньги. Потому что многие мои клиенты, а мы с командой завершили уже примерно полторы тысячи дел, загоняли себя в кабалу именно так. Помните, что сообщения и пугающие письма от банка, которые грозят вам судебными исками, или увеличением долга, или выездом группы изыскания, не имеют юридической силы. Это всего лишь способ оказать на вас давление. Вы имеете полное право игнорировать такие сообщения. Важно оставаться спокойным и не поддаваться панике. Помните, что в России за долги не сажают, если вы не совершили мошенничество. А если вы хоть раз совершили платеж, вы уже не мошенник. Не бойтесь, а разбирайтесь в ситуации, принимайте взвешенные решения. Мы продолжаем обсуждение темы. А пока не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк. Если у вас возникли вопросы о банкротстве, пишите мне в Телеграм-бота. Ссылку оставлю в комментариях. Помните, что консультация бесплатна. Теперь перейдем к другому важному аспекту. Какие ошибки часто допускают заемщики в сложной финансовой ситуации? Одна из самых распространенных ошибок – это паника и страх перед звонками банков и коллекторов. Понимая, что это может быть пугающе, но важно сохранять спокойствие. Паника может привести к тому, что вы начнете принимать непродуманные решения. Такие, как брать еще больше кредитов или занимать деньги у родственников, не имея ясного плана, как их вернуть. Еще одна ошибка – это продажа своего имущества или оформление залога под свое единственное жилье ради новых кредитов. Помните, что такие шаги могут усугубить ваше финансовое положение. Вместо этого важно трезво оценивать свои финансы и искать альтернативные пути решения, не поддаваясь на уловки банков и коллекторов, которые могут пытаться использовать ваше беспокойство в своих интересах. Задайте себе вопрос, действительно ли это решение поможет мне в долгосрочной перспективе, или я только ухудшаю свое положение. Важно оставаться рациональным и искать выгодные вам решения. Переходим к следующему важному вопросу. Что происходит, когда вы перестаете платить по кредитам? Тут важно понимать последствия такого решения. После того, как банк осознает, что вы не собираетесь платить, он начинает процедуру взыскания долга. Это может включать подачу исков в суд для официального взыскания долга с последующим обращением к судебным приставам. Необходимо осознавать, что банк может взыскать с вас не только основной долг, но и договорные проценты, плюс пении и штрафы и другие финансовые санкции. Поэтому, если вы думаете, что просто игнорирование долго решит проблему, то это заблуждение. В действительности это может привести к более серьезным финансовым последствиям. Если у вас есть сомнения или вопросы, звоните, пишите, приходите на консультацию. Это онлайн, контактовое описание. Мы поможем вам выбрать оптимальный путь. Благодарю за внимание и помните, что ваши финансовые проблемы – это не кризис, а возможность для роста и новых начинаний.